Сначала о том, почему бюст Монферрана сделали из камок. Это был главный храм Российской империи. Денег не жалели на Исааке и потратили 23 миллиона серебряных рублей. Самым дорогим элементом отделки стало не золото, хотя тут 300 килограммов, а самый дорогой именно камень. У нас в России из дерева кирпича в основном все строили, но Исааке не зря называют музеем камня. Вот статую раньше делали часто из белого мрамора, очень дорогого итальянского карамска. У нас из этого мрамора не статуя, а целый иконостас. Потом местный камень использовали. У нас под ногами серых тонук русский альский мрамор наш. Наши мраморы вот этот розовый, тевдийские, они оба из Карелии. На стенах видите разноцветные мраморы итальянские, французские, зеленый, желтый, красный. Столько видов камня, даже перечислить сложных, примерно 40. Даже во дворцах такого не увидишь, везде мраморы спустят. А что касается архитектуры, там мода есть своя, разные стили. Когда Исааке начинали строить, в моде был классический. Стили ориентировались на храмы античные, как в древней Греции. Колонны и фронтун. Но собор строили долго. В архитектуре появилось новое направление эклектика, что значит даже в одежде смешение разных стилей. Вот такое пышное оформление сводов, позолотая скульптура, более поздний стиль барокко. В нем свои дворцы устроил раз в Трелле, например, Зимний дворец, большую часть Эрмитажа. А двери внутренние мы поближе посмотрим потом. Это уже третье направление памяти в итальянском из рождения Ренессансе, ближе к Средневековнику. А сейчас пойдемте ближе к центру, будем смотреть, что художники рисуют.